В столичной музыкальной школе номер 5 имени Филиппа Лукина прошли музыкальные мастер-классы. В рамках всероссийского проекта «Профессия. Голос» известные вокалисты провели несколько обучающих уроков для учеников и педагогов. В сценах актового зала музыкальной школы звучит «Ава Мария». Солист Большого театра Николай Диденко разбирает композицию, которую исполняет хор Соловушки буквально по нотам. И прямо на ходу дает рекомендации юным вокалистам. У всех детей, да и у многих, у взрослых, вот эта челюсть чуть выходит вперед, они тянутся за нотами, и гортань ползет из-за этого откровенно наверх, вот эти мышцы все поджат. Перед, грати, я плена. Видите, она у меня абсолютно в одна песи. Я ее почти не задействую пока. Она у меня работает только когда мне надо быстро произнести челюсть. Я поняла, что роль в мене играет большая часть этот текст. Мы же передаем им все свое вдохновение, суть этой песни им, чтобы они поняли, какая она. Буквально за пару часов Николай Диденко показал ребятам и педагогам сразу несколько разных техник на дыхание и подачу звука. Я очень доволен вашей работой. Спасибо вам большое. Вы умнички. Очень здорово поете. Чистенько, все хорошо. Надо, конечно, еще работать над многим. И первое, от чего бы я призвал вас как раз чем заниматься сейчас, это попробовать разжать вам голоса. В соседнем кабинете заслуженный артист России, концентмейстер Александр Покетченко анализирует игру Марии Павловой. Он преподает, он занимается очень эмоционально. И видно, что он очень любит свое дело. И как пианист он тоже достаточно профессиональный, потому что он сам садится, показывает. Мне очень понравилось, я думаю, мне это пригодится. Для этих девушек фортепиано – основа всего обучения. Его не зря называют королем музыкальных инструментов. Это, пожалуй, самый гибкий многоплановый инструмент, а его тональный диапазон охватывает спектр звучания всего оркестра в целом. Наста Федорова решила, что станет пианистом еще в пять лет. Вспоминает, как смотрела с бабушкой концерт по телевизору. И была просто восхищена игрой на рояле. Девушка и сейчас видит себя в роли концентмейстера, поэтому считает такие мастер-классы необходимыми. Эти мастер-классы могут даже вдохновить, может, на то, что ты хочешь, допустим, в консерваторию поступить после них, или же там работать в Большом театре. И тебе обязательно нужна такая, я думаю, консультация, чтобы понять, какие там люди работают, с чем работать, какой материал. Именитые музыканты открыли много профессиональных секретов. Возможно, благодаря такой учебе ряды профессионалов пополнятся и нашими исполнителями.